Готово? Ну что, добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы продолжаем наш курс политологии. Я напомню, о чем мы говорили до этого. Мы, во-первых, закончили курс по правоведению, по праву, основу функционирования и управления. И поняли эту важную вещь, что на самом деле такие понятия, как государство и право, они очень сложно разделить. Очень сложно разделить. Но в контексте того, что мы вчера прошли на политологии, я бы сказал так, что на самом деле не то, что государство и право, еще можно сказать, что власть, государство и право, в принципе, очень сложно разделить. И когда мы говорим о правоведении, то мы говорим на самом деле о науке об устройстве власти. Потому что благодаря устройству власти, помните, Конституция, это основной закон, да, мы устанавливаем и описываем государство, которое издает источники права в виде нормативно-правовых актов, создает правовую систему, есть система права, и, по сути дела, это и есть система распределения власти в обществе. И это, как бы ни было близко к политологии, не совсем предмет политологии. Мы с вами говорили, что предмет политологии, это не политические системы, которые больше относятся к учению государства и праве, да, это не столько учение о формах правления и прочее, да, мы говорили о том, что это наука о политическом поведении. То есть не столько об устройстве власти, сколько о борьбе за власть, как ее, в смысле приобретения, так и в смысле удержания, так и в смысле перехвата. И здесь, я думаю, надо будет вспомнить, прежде всего, что мы проходили методологию управления. Мы в методологии управления проходили разные понятия организации, да, то есть даже разные смыслы понятия организации. Вот, также понятие личности, и я надеюсь, что вы все это помните. И я напомню только о том, что политика имеет также несколько смыслов, да, в определении, да, и одно из них, там, такое первичное, это стратегия, да, то есть политика как стратегия есть везде, да, то есть какой-то курс деятельности, да, курс поведения какой-то, да. Также мы говорили о том, что политика, также у нее смысл такой тактический, это тактика, да, то есть как построить свою деятельность так, чтобы свою стратегию реализовать, да. В этом отношении это что-то похожее на дипломатический смысл понятия политика. Недаром говорят, мы не хотим решить этот вопрос силовыми средствами, мы хотим все решить политическими средствами. Политическими средствами значит без применения силы, но с угрозой. Применения силы, то есть дипломатическими путями, понимаете, да? Наконец, также есть еще понятие технической политики, то есть как тип управляющего поведения. Помните, мы проходили методологию управления, четыре типа управляющего поведения, это организация, руководство, управление и политика. И если вы помните, что в отличие от организации, руководства и управления, политика как управляющий тип поведения имела цель обеспечить не запуск деятельности, не устойчивость деятельности. И даже не развитие деятельности, а только обеспечение контроля. По сути дела, политика существует не только в государстве, в государственном устройстве, власти, но и во всех сферах деятельности. Начиная с группы во дворе детишек, с семьи и заканчивая государством. В этом отношении такой тип управляющего поведения как политика, то есть где строятся отношения, и благодаря отношениям обеспечивается контрольная деятельность, он очень важен для нас смыслом. И в этом смысле это как бы техника, технический смысл понятия политика. То есть часто, когда этот тип поведения управляющий, то есть политический тип поведения, лишен содержания стратегического или тактического, то мы называем это как? Мы называем это политиканством. Понятно, да? Политиканство. Также есть еще несколько смыслов понятия политики. Почему я говорю разные смыслы? В том смысле, что это не разное определение. И даже сравнивать нельзя, поскольку это разные смыслы. Подход. Слышали такое? То есть какое-то отношение к какому-то вопросу. То есть наш подход такой. Это как инструмент управления. Политика в отношении трудовых отношений, например. Политика зарплаты, допустим. Дивидендная политика. То есть это подход, инструмент управления. Также мы еще разобрали с вами, что есть такой смысл понятия политики как правила командной игры. То есть политические вопросы, политическая корректность, политээс, политкорректность. Это все относится к вопросам правил командной игры, соблюдения правил командной игры. Если мы живем как команда, работаем как команда, то мы и действуем как команда. И тот, кто нарушает правила командной игры, тот политически неправ. Понимаете, да? Чуть действует некорректно. Как бы он был не бы прав, по содержанию он политически неправ. да и поддержит как бы осуждение и наконец мы разобрали что есть такой очень близкий к первому смыслу понятия политики